Всем приветок, с вами Лизок, ребята, и не обращайте внимания на то, что я сонная, потому что у нас утро, ну как сказать утро, уже 12-16, я только что проснулась, и да, я еще очень сонная, вся такая пухшая, но что же, я хочу сказать, что сегодня я снимаю видео моё утро, поэтому не смотрите его до конца, потому что вы реально очень много просите, чтобы я их снимала, поэтому всем приятного просмотра! Как только я просыпаюсь, я, конечно же, проверяю свои соцсети, в данном случае это Инстаграм, я зашла на свой основной аккаунт, называется Лиза Любарская, если вам лень писать на английском вот эти все буквы, то можете просто в поисковике YouTube выбивать Лиза Любарская на русском, и вам выбьет мой аккаунт. Большое всем спасибо за 14100 подписчиков, я вас очень сильно люблю, вот мои фотографии, и, конечно же, я сейчас выложу новую фотографию, потому что новые фотографии на этом аккаунте выходят у меня каждый день. Многие из вас спрашивают, как проходит мое лето, и что я уже успела сделать за эти каникулы, поэтому сейчас я вам расскажу. Наверное, самое такое важное событие, которое уже произошло, это то, что мне исполнилось 12 лет, и также было еще один из них у моего младшего брата Германа, и ему исполнилось 6 годиков. На днях я получила сертификат о том, что я закончила курс лизажа, было реально очень прикольно, я рада, что пошла на эти курсы. И еще на начале лета я получила сертификат о том, что я закончила курс лидерства. Я туда ходила 9 месяцев, и я познакомилась с новыми людьми, я сейчас поддерживаю с ними общение, и получила много новых знаний. А на следующей неделе мы с мамой уезжаем в мини-путешествие, и я уже очень сильно его жена. Я думаю, то, что вы знаете, что сейчас в основном в виде все говорят на английском языке, поэтому я решила его сейчас начать более подробно изучать, и поэтому я записала школу Skyeng, это школа английского языка, в которой уроки проходят онлайн. Что же, ребят, вот и сайт школы Skyeng, это результат моего первого урока, вот написано «Успешная посадка, Елизавета, ты молодец, вот на урок это только первый шаг, впереди у нас большое и увлекательное приключение в мире английского языка». И давайте посмотрим теперь, что же нас здесь ждет. Карта наших приключений, давай посмотрим, что нас ждет и что ты будешь иметь. Здесь написаны виды уроков и что же здесь будет происходить. Вот их здесь очень много. Так, дальше, вот написаны пакеты уроков. Что нас ждет? Здесь написано много вещей, которые нас будут ждать, слова в приложении Skyeng, то есть вы сможете добавлять их в свой словарь. Также занятия один на один с учителем, это будут индивидуальные. Домашка прямо в телефоне, да, это, кстати, очень удобно, то есть не нужно брать какие-то там тетрадки. Фильмы и мультики на английском языке, сертификат в конце каждого курса и новые друзья в разговорном клубе. Так, кстати, ребят, здесь есть разговорный клуб, то есть вы сможете общаться со своими работниками на английском языке. В этой школе учатся более 2000 учеников, а также более 1000 преподавателей, поэтому вы своего преподавателя 100% сможете найти. Приключения ждут, да, ребят, это правда. А сейчас я хочу вам рассказать плюсы этой школы. Наверное, самый первый плюс это то, что вам не нужно тратить время на то, чтобы добраться, потому что все уроки проходят у вас дома, и даже если плохая погода, то вы сможете заниматься онлайн с учителем. Обучаясь в школе SCAN, вам не нужны никакие распечатки и блокноты, потому что вся домашка будет в телефоне, а также задания, которые вы проходите во время урока, также находятся на компьютере. Большую часть времени ученик говорит на английском языке, что позволяет снять языковый барьер, а также первый урок бесплатный, что тоже очень классно. Я вам назвала самые крутые плюсы этой школы, и вообще мне она очень сильно нравится, поэтому всем советую сюда записаться, ведь вы об этом 100% не пожалеете. Перед тем, как я пойду завтракать, я хочу вам показать все букеты, которые мне подарили на день рождения. К сожалению, они уже подвяли, и мне с некоторыми придется сегодня прощаться, но все равно очень классно, когда букеты или вообще цветочки стоят в комнате, сразу понимаешь, что это комната девочки. Я уже села завтракать, кто тоже кушает, всем приятного аппетита. Кстати, это розочка, которая осталась с одного из букетов, которые мне тоже дарили, и сзади меня еще есть цветочки. Еще хочу вам рассказать свои планы на день, сейчас я перегушу, отдохну, после этого мне нужно обязательно выбирать в квартире, и потом я уже вечером планирую встретиться со своими друзьями. До новых встреч, пока-пока!